Это при нечетных n. А при четных? При четных n все будет совсем по-другому. Ну, давай, пока. Пусть n нечетная. Тогда формула такая, да. Напишем везде перед корнем из m плюс d минус. Даже если он извлекается, все равно, да. Выполним те самые вычисления. И тогда получим такое равенство. Да, согласен. Ну, опять же, если рассмотреть произведение этих двух строк, то вот здесь будет... У нас n нечетное число. А это корень из y квадрат m плюс d. Задача у нас была корень из k. Да. Так k чему равно? Если здесь минус d... Да. Ну, k равно x квадрат m. Вот это k. Это k плюс d в степени n. Да, согласен. И их разность это как раз минус d в степени n. Да. Хорошо. Значит, для нечетного n задача решена. В чем разница между нечетным и нечетным? Интересный философский вопрос. В чем разница между четным и нечетным? Будет просто совсем по-другому. Здесь будет плюс? Нет. Никакого x и y не будет. Представь себе, что ты возводишь в четную степень. Сумму корней возводим в четную степень. Что будет? В некоторых местах будет целое число. Корень из m плюс d вносит на x и y. Так надо написать эту формулу. Если n число четное, что будет? Поставим минус перед корнем из m плюс d. Ну, у меня как-то привычнее перед корнем из m. Ладно. Равно а минус b. И что тогда? Ну, опять произведение. Да, да, давай. Здесь это d в степени n. Да. Здесь это а квадрат. Да. Минус. Да, хорошо. И что? Это корень из а квадрат. Это корень из. И эти числа опять отличаются ровно на d в степени n. Да? Спасибо. Отлично.